Здравствуйте дорогие друзья и гости нашего канала. Прошло 2 недели с начала приготовления виноградного уксуса. Вот так выглядит на сегодняшний день содержимое банок. Приступаю ко второму этапу, процеживанию. Готовлю большую емкость, ставлю на нее дуршлаг, накрываю салфеткой, сливаю содержимое банок. Ягоды и веточки выбрасываю, салфетку отжимаю. Очень пахнет брагой. Далее сливаю процеженную жидкость в мерный литровый кувшинчик, чтобы точно знать объем заполняемых банок. Наливаю в трехлитровые банки по 2,5 литра процеженной жидкости. И всего получилось 6,5 литров виноградной браги. 2 трехлитровые и 1,5 литровая банка. Доверху их не заполняю. Так как содержимое получилось очень кислым, в трехлитровые банки добавляю по 3 столовые ложки меда. А в полуторалитровые 2 столовые ложки. Все тщательно перемешиваю до полного растворения меда. У меня от яблочного уксуса осталась уксусная матка. Вот такая плотная в несколько слоев. Я решила поэкспериментировать и добавить ее в 2 банки и понаблюдать, что же будет происходить. Отделяю верхний слой уксусной матки. Она отделяется легко. И запускаю его в полуторалитровую банку. Уксусный гриб сразу опустился на дно. В оставшемся уксусном грибе несколько слоев. Но я не смогла их разделить. Они очень нежны по структуре. Намного нежнее, чем структура чайного гриба. Я побоялась нарушить целостность уксусной матки. Поэтому целиком запустила ее в 3-х литровую банку. Она тоже опустилась на дно. По опыту с чайным грибом знаю, что он может в течение недели набираться сил и потом подняться на поверхность. Но вот с уксусной маткой у меня такого опыта не было. Поэтому не знаю, поднимется она со дна или нет. Говорят, с уксусной маткой быстрее готовится уксус. Одна 3-х литровая банка без уксусного гриба должна будет самостоятельно образовать уксусную матку. Вот и понаблюдаем, что будет происходить. Накрываю банки салфетками и ставлю в теплое темное место на 2-2,5 месяца. Это период покоя. Очень важно в это время не двигать и не переставлять банки. Потому что любое движение может помешать формированию уксусной матки или ее разрушению, если она уже начала формироваться. Поэтому она может погибнуть. Вот и все о втором этапе приготовления виноградного уксуса. Дальше будем наблюдать. Если будет происходить что-то не по плану, буду показывать. А так следующий завершающий этап где-то через 2-2,5 месяца. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч!